24-летний житель Мордовии Руслан Гореев, решивший подзаработать на желание своей знакомой стать водителем, в итоге получил судимость по статье «Мошенничество». Почти пять месяцев женщина ждала готовых водительских прав, а подсудимый даже не думал помогать ей их сделать и просто выманивал деньги. Эта история началась в ноябре прошлого года. Тогда потерпевшая поделилась с Гореевым, что собирается сдавать экзамен по вождению. Разговор мужчина продолжил с заманчивым предложением о помощи. «Заведомо зная, что оказать помощь в решении вопроса по сдаче экзаменов он не сможет, но будучи заинтересованным получить денежную выгоду, попросил у потерпевшей 15 тысяч рублей». Устоять от приятных условий потерпевшая не смогла и согласилась. Для достоверности Гореев попросил перечислить деньги на карту своего знакомого, который не догадывался, что является посредником в преступной схеме. И сразу после поступления суммы на счет перевел ее подсудимого. 3 ноября прошлого года женщина осуществила первый, но не последний перевод. А спустя три месяца позвонила приятелю, чтобы уточнить, когда сможет получить долгожданное водительское удостоверение. Но услышала, что уже оплаченной суммы мало. «Спустя некоторое время он вновь стал просить у потерпевшей деньги для решения якобы неожиданно возникших трудностей, а также за регистрацию и запись на портале госуслуги и оплату госпошлины за сдачу экзамена». В итоге всего таких переводов оказалось 6, на общую сумму 26,5 тысяч рублей. Деньги, которые переводила девушка, подсудимый спокойно тратил и просил ее подождать еще. Через пять месяцев после сделки, в апреле 2002-го, так и не дождавшись помощи, потерпевшая обратилась в полицию. Гореева задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. «Темняковским районным судом 11 июля 2022 года вынесен приговор в отношении 23-летнего жителя Республики Мордовия, который совершил преступление, предусмотренное частью 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил». Дарья Баргова, программа «Прайшествия».